Субтитры делал DimaTorzok 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 монахов решено по отлично пришла уже рота монах в капюшонах так кстати а то не трогаю да так решила нечего к этим живущим на том что мы покончим снайпер не было опасно тебя в доме зараза так вот кажется ключи шутка помощь которого она сможет ту дверь да точно не видит кровать среди дверь здесь точно не безопасно но теперь все осипь то уже начинается другой посудный геймплей играть мы теперь будем за эшли посуду очень даже интересная и прикольная но и даже сложнее посуду чем за леона все голову оставшуюся мы будем проходить красавием третий четырех четвертых траву потом понадобится может быть даже левом останется скажем но все проделать гладко за нее когда так вон с хрис на сайте на всякий случай чтобы не погибнуть продолжаем так честно считаю нас на нас нечисленное что смотришь о не заметил да фигеть так что сдох там ну конечно он не сразу подыхает а осталось говорил он нас бурнебойный монах пуль непробиваемый придется его видимо три раза шандрахнуть чтобы он сдох ну ладно не проблема для нас там давай поднимайся иди сюда быстрее хочешь получить третий раз получай самое главное что больше я не не получил еще раз так а че а нет лекарства жалко я думаю лекарства там будет в комте птичка жалко ну ничем так и строго точно есть хотя бы одна так как теперь открыть эту дверь а придет еще рычаги крутить да не знаю как осилище нужно чтобы эти рычаги крутить супер гигант так ну ладно так получать сюрприз так хочешь получить вставай еще получишь еще гребешь давай окать поворачивайся получать еще греби зараза так видимо еще ему мало даже наверное подавай еще кать так приятно когда светишься светлячком лазурном небе да ну то давай тебе еще осветим тебя осветим будет приятнее во двойне в тройне даже наверно молодца так сколько тебе осталось насилие что у тебя осталось а песета блин лучше бы дал конечно аптечку особенно даже полезнее чем эти песеты нафиг мне сейчас нужно не торговаться ближайшее время точно не встретим в этой клаве уже подавно а вот а вот жизнь конечно понадобится так ну ладно идем дальше фу наконец-то эти чертовы монахи закончились вот что там страшнее будет уже место так нам посуда пока не надо сначала нам сходить надо вот эту дверь кое-что взять очень полезно жуткое место по саму вообще так нажимаем кнопку пока первую хотя она чем-то не нам можно было не нажимать я решил нажать так здесь на чем полезно есть тараба так берем так еще что здесь там смешать надо вот так вот отлично пойдет нажимаем вот эту кнопку сначала лучше было нажать открывается тут решетка закрывается но она нам нужна попросту я просто так наверно открыл на всякий случай вдруг еще что-то другое произойдет не то что надо было сделать так нажимаем вот эту кнопочку так так что поднимается другая закрывается нет я не закрылся а нет не закрылся ну нажимаем последнюю кнопочку открывается третья решетка но закрывается то другая которая до этого сам первая открылась ну все можно уходить отсюда дальше не забыть самое главное взять пипецед и березу чтобы потом продать еще жуткое место посмотрим дальше сейчас будет рыцари страшные которые пока нас не нападают но ждут своего момента чтобы отстечь голову потом даже напоминает немножко самую первую в общем-то версию этой игры в зимте его 3.5 там были в общем-то момент там в каком-то замку бродил Леон сажался какими-то прицерками еще жидкого по-своему было даже синим такого синеватого цвета так ну у кого-то легко очень разгадать по-своему делаем вот так потом вот так потом вот так вот так вот так вот так вот так еще раз и все быстро и легко вставляем только недостающую часть которую мы взяли и готово отлично фу жутко конечно место блин чертовы рыцарь ненавижу пока в общем-то так тихо спокойно а потом так вот колечко нам сейчас взять будет золотой браслет потом продать можно на берем символ семей салазар так поворачиваться тогда не знаю как он напротив дверь закрывается отлично ловушка но мы конечно ловушку выберемся просто возьмем ключ змеи изображение этой змеи и в качестве рыцарей ненавижу самое главное что они попали по мне блин жутко ненавижу тихо а не знаю еще погонится черт надо быстрее бежать фу вернулись быстрее быстрее лев решили жутко скутировал техники ну шутки половина 5 пеполь içерный твои слہ вернулись на борть Сейчас просто можно успокоиться уже. Ненавижу это место, что-то, а. Это прям страшно уже начинается с такой-то... Наверное, игра по сону даже вот этим моментом... Наверное, единственный момент, который меня, правда, очень пугал даже по сону. Записка о слуги Салзера. Зная, что у сэра Рамон Салзера на эти миг, лорд Садлер воспользовался его безграничным верой в Оссоиминадос и уговорил снять печать с Лас-Платос, онлаженный одним из его предков. Сэр Салзер никогда не сделал бы это, если бы ему было больше известно о прошлом. Нужно было раньше догадаться о грязных планах лорда. И нас все происходящее лежит и на мне. Я не знаю, что затевает лордного, но доверчивостью сэра Салзера просто воспользовались. Сейчас слишком поздно что-то либо предпринимать. Лорд Салзер уже освободил Лас-Платос. Когда паразит становится взрослой особью у телечеловека, пути назад нет. Паразит Лас-Платос не погибнет, если пока жив его носитель. Исцеления от него нет, возможно, мнение сэра Салзера о планах лорда было ошибочным. Сейчас уже сложно что-то сказать. Я ничего не смогу с этим сделать. На протяжении многих лет я служил семье Салзер и буду служить им до конца своих дней. Да, ну как ясно. Садлер воспользовался доверчивостью этого Салзера. Обманул его попросту. Обвешивал ему лапшу на уши. Он сам... Опростоволосил, можно сказать. Все. Использовал его в своих коварных целях. Так, теперь можно повернуть в общем-то эту штуку. Да. Просто можно было, чтобы он освободил Талас-Платос. А теперь уж теперь все это началось по этому, видимо. А потом уж Салзер, в общем-то... Саллер, точнее. Использовать этот свой Лас-Платос в своих целях. Который мы чем-то видим, для чего он использовал. Вот, видимо, Салзер сам. Или нет? А, картина Салзера с изображением. С изображением Салзера. Здесь хотя бы более-менее приятный он на вид. Чем на самом деле. Может, возможно, и сам Лас-Платос так на него повлиял. Наверное, возможно, он сам является его носителем. Что, к слову, он более-менее... Более мерз... 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 Мерзки... Более мерзким созданием, чем... Чем до этого было, видимо. Ну, а то, в 8-то и все. Глава 3-4 заканчивается. В общем-то, будет встреча с Левном. Хех. Душераздирающая. Пусть очень интересный ролик. Ну, ну, смотрим. На этом я с вами прощаюсь. С вами был DarkSpace196. Видимся в следующих частях прохождения игры Resident Evil 4. Всем удачи. До следующих частей прохождения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok